Всем привет, меня зовут Юлия, и добро пожаловать в главное видео года. Сегодня я расскажу вам о лучших книгах, которые прочитала в этом году. Съемка лучших книг года для меня это всегда одновременно и прекрасный момент, когда мне хочется поделиться с вами максимально эмоциями, рассказать про свои любименькие книжечки за этот год. Но вместе с тем для меня это и очень сложный момент, когда нужно дать сжатую информацию и не уплывать просто по волнам памяти, рассказывая про каждую книгу, стараясь рассказать про каждую книгу максимально подробно. Если вы уже планируете свой следующий читательский год и выбираете новые книги, или кого-то хотите порадовать к Новому году, то обратите внимание, что в интернет-магазине «Читай город» пройдет акция «Книжный час». Только 23 декабря, то есть сегодня, с 18 до 21 часа будет действовать скидка 30% на все книги. Акция эта действует только для авторизованных пользователей, поэтому обязательно нужно либо зарегистрироваться на сайте, либо войти в свой личный кабинет. Я в этот раз иду по подарочному виш-листу своих друзей и заказываю, во-первых, Гарри Поттера с иллюстрациями Джима Кея. Вот это прекрасное издание, у меня и у самой оно есть. И, во-вторых, кулинарную книгу с таким интересным названием «Накормить Ганнибала». С одной стороны, она отсылает нас к сериалу, но, во-вторых, у меня подруга сейчас зафанатела, и мне хочется порадовать ее этой книгой. Ну и, конечно же, для всех, кто не успеет принять участие в акции, у меня есть и личный промокод «BooksAroundMe», который подарит 15% скидку на все книги, кроме книг в предзаказе, и во время книжного часа мой промокод не будет действовать. Обратите внимание, но в целом он будет действовать с 23 декабря по 30-е, так что я надеюсь, что все успеют воспользоваться. Ну а если вы не знаете, что выбрать в подарок или чем порадовать себя любимого, в интернет-магазине «Читай город» всегда есть подборки книг на любой вкус. Я вот обратила внимание, и вам советую заглянуть в подборку «10 книжных новинок декабря». Не всегда есть время искать и рассматривать новинки по разным ресурсам, а здесь самые интересные собраны в одной подборке. Переходите по ссылочкам в описании, участвуйте в акции, я же, наконец-то, рассказываю вам про свои лучшие книги года. И еще обратите внимание, что у меня отдельно выходило видео с лучшим фэнтези года, это мой основной читаемый жанр, мой самый любимый жанр, и поэтому сегодня я добавила в эту подборку несколько фэнтезийных произведений, но основной их пласт, и если вы хотите меня спросить, а где Мэтью Стовер, а где Гай Гэвриэл Кей, вот вышла уже подборка с лучшим фэнтези 2022 года. Ссылочку на нее я тоже оставлю. В этой же подборке я, как и в лучшем фэнтези года, начну с произведения, от которого буквально сходила с ума. То есть это тот случай, когда ты начинаешь читать книгу или цикл книг, как в некоторых здесь случаях, и ты просто сходишь с ума, ты не можешь от них оторваться, и хочется проводить с книгами дни и ночи напролет. И, во-первых, я, конечно же, говорю о цикле про Ганнибала Лектера, о тетралогии от Томаса Харриса. Практически месяц, август, был посвящен этой серии, причем я ее читала уже не первый раз, я ее перечитывала, но все равно эмоции были совершенно крышесносные, и я давненько не возвращалась к ней, в последний раз это было в 2015 году, и здесь новое издание появилось у меня на полках, и я решила, почему бы мне не заглянуть в эти книги, и я просто провалилась. В этот раз я еще немного оправдывала этот перечит тем, что мне хотелось попробовать другой способ прочтения этой тетралогии. Я вам оставлю ссылочку на видео, где подробнейшим образом рассказывала и про персонажа, и про сюжеты, и чем меня так привлекает эта тетралогия. Но сегодня в лучших книгах года мне хочется отметить два основных момента. Во-первых, это, конечно же, невероятно харизматичные персонажи Томаса Харриса. Ганнибал Лектор, если вы с ним не знакомы, то это очень интеллигентный, очень образованный человек, но вместе с тем он каннибал, то есть у него что-то с мозгами явно не в порядке. И что его таковым сделало, как раз рассказывается в восхождении Ганнибала, какой страшный случай произошел в его детстве и навсегда изменил его сознание. И восхождение Ганнибала вызывало у меня настоящие мурашки. И второй читательский момент, который делает для меня этот цикл совершенно особенным, это, конечно же, восхитительный слог Томаса Харриса. То есть как он плавно рассказывает историю, какие у него красивые аллегории в целом, он захватывающе пишет. То есть у него есть и динамика, у него есть и описательные моменты, у него есть и разбор психологии персонажей, и, конечно же, сами дела, что в молчании ягнят, что в красном драконе, ну и, конечно же, в восхождении Ганнибала, это просто мурашки по телу, и это состояние иногда шока от того, что ты читаешь. Единственное здесь важное предупреждение – книги строго 18+, и раньше я бы их ни в коем случае не советовала читать. Следующая книга года – это Роберт Гэлбрейт и его чернильно, ее чернильно-черное сердце. Я читала эту книгу в оригинале, как только она вышла, и читала я ее в электронке. Причем это был совершенно внезапный момент. Я заглянула, мне было интересно, потяну ли я книгу в оригинале, в итоге прилипла к ней и просто с ней проводила дни напролет, то есть объем большой. Это было восхитительное чувство возвращения и вновь встречи с любимыми персонажами, со Страйком, с Робин. Здесь обалденно интересное дело, которое касается интернета, которое касается мультика под названием «Чернильно-черное сердце», и как из этого мультфильма, который обрел небывалую популярность на просторах интернета, стали делать сначала там сериалы, потом особенную компьютерную игру, из которой здесь и начинается расследование. То есть вот эта привязка к современности. И здесь однозначно чувствовался опыт роулинг, общение с неадекватными фанатами, когда от любви до ненависти буквально пара слов или буквально пара интервью. И вот эта прочувствованность писателям истории, которую он рассказывает, заставляет себя невероятно сопереживать тому, что ты читаешь. Ну и, конечно же, я обожаю объемы Роберта Гелбрейта. Вот весь цикл про Страйкова, там с каждой книгой он становится все объемнее, и мне это невероятно нравится. Это полное ощущение погружения. Каждый опрос свидетеля, каждая мельчайшая деталь, которая может в итоге ни к чему и не приведет, рассказывается здесь в книге, и после ее прочтения у тебя ощущение, что ты сам вместе с героями проводил это расследование. И единственное, что меня немножко смущает после прочтения этой книги, тебе срочно нужно читать дальше. Вот заканчивается, и я сижу в состоянии, с которым я когда-то дочитывала очередной том Гарри Поттера. Вот у Роулинг совершенно какая-то магическая особенность настолько тебя привязывать к прочитанному. Следующая книга, с которой у меня продолжится знакомство, вернее, с тетралогией, с которой у меня продолжится знакомство и в следующем году, и я его предвкушаю, это Нина Саратокина и ее тетралогия Гардемарины вперед. Если бы год назад мне кто-то сказал, что я буду в невероятном восторге от этой книги, что она войдет у меня в лучшие годы, и это будет состояние, когда ты читаешь просто вот с трясущимися ручками, что там будет дальше, и книгу в этой тетралогии первую ты завершаешь со слезами на глазах, но там вот в первой книге, буквально в первом абзаце, писательница сама прощается со своими героями, пусть и ненадолго, но она говорит им, что вот Гардемарины вперед, мои юные. Я это вспоминаю, и у меня прям вот ком в горле находится, потому что ты привязался к этим героям, и ты действительно проводишь с ними их юность, которая, с одной стороны, должна быть такой немножко безбашенной, и с друзьями, с этой честью, отвагой, но, с другой стороны, государство раздирают интриги, и те самые молодые Гардемарины оказываются втянуты в дела по-настоящему государственного масштаба, и я когда, ну, я не смотрела в детстве, и до сих пор, если честно, я не посмотрела сериал, который вот советский он, наверное, еще, но я обязательно до него доберусь. Конечно же, знала его существование, вот когда, допустим, в детстве по телевизору там какие-то фрагменты видела, я считала, что это чуть ли не какая-то романтически любовная история, такая очень сладенькая, но и Гардемарины меня никогда не привлекали, не сюжетно, плюс у меня эти ассоциации вот с какой-то тусклой картинкой, там еще макияж у актеров ужасный был, ну, как я это запомнила, но я очень надеюсь свое мнение изменить, потому что я уже знаю, что лежит в основе, какие там интересные и интриги, и как Нина Саратокина прекрасно пишет. У меня сейчас аж голос начнет срываться от того, с каким увлечением я это читала. Я вам рассказывала 100% про первую книгу, успела рассказать, по-моему, в итогах лета, потому что летом я знакомилась с этим циклом, и сейчас я еще успела прочитать «Свидание в Петербурге» вторую книгу. Мне не очень нравится то, что персонажей становится как будто все меньше и как будто больше именно вот, ну, такого глобального замеса, но я не могу все равно оторваться. И если вас пугает вот этот объем, пожалуйста, я вас заклинаю, не бойтесь, посмотрите, здесь всего 350 страниц первая книга. И если вы любите качественные приключения с прописанными героями, и вот то ощущение от чтения, упоительное ощущение, как в детстве, когда ты берешь приключенческий какой-нибудь томик и понимаешь, что следующие несколько недель у тебя пройдут великолепно. Вот это ощущение я ловила от «Гардемарины вперед». Продолжаю свой список избранного, и, как всегда, в 2022-м я продолжала читать Стивена Кинга, знакомиться с его романами, и вот вышел «Билли Саммерс», от которого я не сказать, что многого ожидала, потому что для меня Стивен Кинг – это все-таки писатель. Мне не хочется говорить, что на закате своей карьеры он активно, и, надеюсь, что и будет продолжать писать. Но лично у меня список любимых произведений из его творчества – это произведения из 80-х, 90-х, которые написаны довольно давно. Все, что я брала из свеженького, написанного за последнее время, мне нравилось, но не так, чтобы впечатляло. Но вот «Билли Саммерс» стал настоящим открытием. Я полюбила эту книгу за историю жизни, необычной, но очень-очень человечной. И мне понравилось, как Стивен Кинг относится к своему герою. Понятно, что здесь по его творчеству уже можно сделать вывод, что чем приятнее героя, чем интереснее за него наблюдать, тем, возможно, наиболее жестоким образом писатель с ним обойдется, если что, это не спойлер. И понятно, что судьба у главного героя здесь вообще ни разу не простая, и к этому, в общем-то, располагает его профессия. «Билли Саммерс» — это киллер, причем киллер, у которого как будто раздвоение личности, не в психическом смысле, что он какой-то сумасшедший. То есть по своей природе это очень умный человек, который читает классику, который прекрасно понимает законы этой жизни, и он вообще не глупый. И вот самый, наверное, такой говорящий пример про него, кем он кажется для окружающих, и он целенаправленно это делает, и каким он является на самом деле. Ну, как я и сказала, он читает там классику, современные романы, очень хорошую литературу, но при этом, когда он встречается со своими очередными там заказчиками или с кем-то, он делает вид, что читает какие-нибудь комиксы, или вот что-нибудь совсем там чуть ли не детское, и пытается создать, и у него получается, он создает такой образ недалекого парня. И в этом романе еще однозначно для себя найдут подарок те, кто любит читать про писательскую жизнь, потому что история здесь начинается с того, что Билли Саммерсу нужно прикидываться писателем, начинающим, и для того, чтобы ему совершить очередное свое убийство и дело, требуется некий этап подготовки. То есть он селится в... У него начинается как будто такая сбывающаяся американская мечта. Он селится в пригороде, у него дом, у него телевизор, подписка на Netflix и все такое, и Билли Саммерс как будто впервые в жизни пробует эту самую обычную жизнь. То есть для него там просто покосить свой газон, или посмотреть вечером сериальчик, или выпить пиво с соседями, познакомиться, подружиться, для него это все открывается как будто впервые. И вот сам, когда читаешь эту книгу, ты немножко по-другому начинаешь смотреть на свою бытовую жизнь, на все ее приметы, которые для тебя являются абсолютно обыденными, и ты за них совершенно никому и ничему не благодарен. Но вот после Билли Саммерса ты как будто немножко переоцениваешь обычные бытовые радости. Мне очень понравился этот роман, я от Кинга вообще такого не ожидала. Следующее продолжение знакомства, это, конечно же, Вениамин Каверин, и я читала у него сразу несколько произведений в этом году, показываю вам открытую книгу с опасением, что я про нее уже в 2021 рассказывала, потому что я уже на протяжении большого времени с этим писателем знакома, но очень долгое время он для меня оставался автором исключительно моей самой любимой книги «Два капитана», и я даже немножко боялась брать его остальные работы, потому что думала, ну, если они не настолько знамениты, может, они не так прекрасно написаны. Но вот открытая книга для меня абсолютно эти стереотипы разрушила, потому что Каверин поистине прекрасный летописец человеческих судеб и жизни. И вот открытая книга – это роман о жизни женщины, который еще очень интересно разделяется на несколько частей, то есть писатель нам показывает ее юность, поиски в зрелую жизнь и надежды, ну, уже совсем в зрелую жизнь. Здесь рассказывается о жизни талантливого советского ученого-микробиолога, женщины, и мы наблюдаем и бюрократические, политические препоны, которые в ее жизни существовали, и ее личную жизнь. И это такое очень пронзительное чтение. Если вы знакомы с Каверином только по двум капитанам, я вас прошу, прочитайте и попробуйте познакомиться с этой книгой, она замечательная. Следующая книга – это «Птичий город за облаками» Энтони Дора. Когда рассказывала про эту книгу в прочитанном, очень четко помню, что мне было очень сложно подобрать для нее какие-то сравнения. Но вот обычно я рассказываю про любое произведение, которое не настолько нашумевшее, и про него не все-все говорят, и я стараюсь дать какое-то сравнение, что на что это похоже, и кому это может понравиться. Вот здесь мне было очень сложно подобрать такое сравнение, и ближе всего, наверное, ощущение, именно ощущение от прочтения «Облачного атласа» Дэвида Митчелла, потому что вот эта мозаичность повествования, которая в итоге складывается перед тобой в огромную, прекрасную и очень интересную картину, вот такое ощущение у меня было и во время прочтения «Птичьего города за облаками». И здесь мое тоже предупреждение – книга непростая. Она и написана непросто, и ее составные части, которые разбрасывают тебя во времени, в пространстве, знакомятся с совершенно разными персонажами, это воспринимается нелегко. То есть это явно не произведение, которое я бы советовала с собой брать на пляж или в отпуск. И то, что в финале произведения у вас остается чувство, что самому придется делать выводы, самому нужно проанализировать историю и понять, что к чему все вело. Я уверена, что каждый найдет для себя здесь свой смысл, помимо того, что закладывал автор. Если в читательском плане давно ничему не удивлялись, то вот эту книгу я могу рекомендовать. Следующее произведение – это «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Я его перечитывала не в первый раз, и мне очень нравится наблюдать, как с течением времени у меня меняется отношение к персонажам, и как я никогда не была влюблена в самого Юрия, и всегда, ну, не то что недолюбливала, но я считаю его не очень сильным человеком, таким вот типичным представителем интеллигенции, который не мог, да и не хотел приспосабливаться к обстоятельствам. И для кого-то его это делает просто героем великим, но вот лично мое мнение заключается в том, что даже брат Юрия, который все время его вытягивал, и который постоянно как ангел-хранитель его сопровождал, вот даже этот персонаж для меня гораздо симпатичнее. Да что там говорить, для меня тот же Комаровский гораздо симпатичнее. Я по этой книге снимала читательский дневник, где рассказывала как раз вот про процесс перечитывания, и про сюжет, если не знаете, или если, ну, хотите поподробнее послушать, то я опять же оставлю вам ссылочку, где свое в этом году новое знакомство с доктором Живаго вам показывала. Но этот роман утвердился в одной из позиций моих самых главных и самых любимых книг вообще в жизни, потому что хоть и очень болезненной для меня является, но вместе с тем очень интересная тема революции в России в начале 20 века. И вот как раз в этой книге, на примере реальных человеческих судеб и на примере людей из очень разных слоев населения, как на них эта революция повлияла в зависимости от их характеров, и как из грязи в князи некоторые выбивались, в этой книге рассказывается. Очень надеюсь, что вы заинтересуетесь и тоже с этим прекрасным произведением познакомитесь. Следующая книга это Джонатан Коу и его «Мистер Уайлдер и я». Это история, которая в своей основе имеет реальную историческую личность знаменитого режиссера Билли Уайлдера. И здесь Джонатан Коу использует такую интересную форму повествования, когда нас знакомят с целой эпохой, с целой эпохой кинематографа через одного конкретного человека, при этом очень красочно и очень интересно рассказывая про его личность, про его творчество. И я никогда не обращала внимания на этого режиссера, но то, как Коу про него рассказывает, с какой любовью, с каким интересом, и видно, что писатель сам по-настоящему увлечен этой темой. Это не может ни подзаряжать тебя, и ни заставлять знакомиться поближе с талантливым режиссером. И здесь еще очень интересно рассказывается, как старое кино постепенно уступало место блокбастерам, потому что здесь уже и о «Звездных войнах» начинают говорить, и вот эта новая эра Голливуда наступает, а Билли Уайлдер таким... О, рассказывай, мне ж мурашки побежали, а этот режиссер когда-то невероятно знаменитый, и всеми любимый, как будто его звезда славы уже начинает закатываться, но при этом у него все еще куча идей, у него много творческой энергии, и с одной стороны это очень грустно, но с другой стороны это очень-очень интересно. И да, нас здесь знакомят с режиссером с помощью введенного персонажа, и мы как бы чужими глазами присутствуем на реальных там съемочных площадках, и знакомимся как будто вживую с мистером Уайлдером. Обалденная книга, еще и очень-очень легко читается. Дальше мое безусловное открытие 2022, и тоже, в общем-то, повторное знакомство, это Артура Перес-Реверте и его... Я показываю вам два его детектива, триллера, романа, но на самом деле для меня главной книгой вот из его творчества стала «Кожа для барабана», и когда я про нее рассказывала в прочитанном, где-то упоминала очень много негативных отзывов по поводу Перес-Реверте, что слишком он занудно пишет, и несовременно, и слишком он концентрируется на совсем незначимых деталях, но вот мне зашло. Это как будто очень-очень замедленный Дэн Браун, только еще без примеси конспирологии. И «Кожа для барабана» начинается с того, что Папа Римский получает очень такое дерзкое письмо, в котором призвано обратить ему внимание на проблему, существующую с старой церковью, и он отправляет туда... Конечно, он возмущен и поражен, кто набрался дерзости, и он отправляет туда такого разруливателя всяких ватиканских проблем. И эта книга для меня является смесью Джеймса Бонда, «Поющих в Терновнике» и еще «Кода да Винчи». И все это так замешано на культуре, на потрясающей Севилье, про которую ты читаешь, и тебе хочется невероятно попасть в этот город. Я изначально посмотрела экранизацию, благодаря которой и заинтересовалась, и книга оказалась в разы, в разы круче. Следующую книгу я не могу не внести в лучшие годы, потому что я постоянно к ней в мозгах возвращаюсь. Это «Тихий дон» Шолохова, и я, опять же, подробно вам уже рассказывала и говорила, что это произведение понравилось мне меньше «Угрюм реки», вслед за которой мне как раз и советовали прочитать, что если Шишков тебе понравился, то и Шолохов отлично зайдет. И то, как я бесилась во время ее прочтения, как я здесь ненавидела конкретных персонажей, и в целом ситуацию и их поступки заставляют меня до сих пор немножко начинать нервничать, когда я беру этот том в руки. Но, безусловно, это огромное и очень важное впечатление 2022 года, потому что роман производит впечатление, и ты его прочитал, и кажется, что никогда я больше к нему не вернусь. Но вот прошло, сколько, месяцев 5-6 после его прочтения, и я периодически возвращаюсь в памяти к конкретным моментам, и даже мне иногда хочется взять там что-то перечитать. В общем, это очень странное ощущение, но тихий дон, не стоит его бояться, стоит взять, прочитать, и, возможно, тоже вас впечатлит. А вот дальше буквально три фантастически-фэнтезийных произведения, которые помимо лучшего фэнтези года входят в сегодняшнюю подборку. Во-первых, это, конечно же, новый цикл Евгении Сафоновой, «Некроманс». Я творчество Жени обожаю, для меня каждая ее книга это что-то бьющее идеально прямо в сердечко. И по названию «Некроманса» я думала, неужели появилась та книга в творчестве писательницы, которая меня не очень зацепит, потому что я не слишком люблю тему некромантии, но здесь она вообще не противная, очень интересно дополняющая сам сюжет. И, в общем-то, эта история начинается с такого типичного факта попаданчества, потому что девушка из нашего мира, велончелистка, внезапно оказывается в другом мире, и ее сразу убивают. И ей приходится взаимодействовать с таинственным и очень привлекательным некромантом. И если по описанию вам кажется, что это «Ромфанд», то, разбирая по структурным составляющим, можно книгу к этому жанру отнести, но если так, то это будет мой любимейший «Ромфанд» в этом году. И здесь очень интересные второстепенные герои, плюс еще политическая интрига, и интрига проблемы этого мира раскрывается постепенно, и выводит уж точно эту книгу за рамки общепринятых таких стереотипных понятий о ромфанте. Следующая книга – это Роберт Чарльз Уилсон и его «Дарвиния». И здесь, как я вам говорила, что в «Гардемаринах» у меня было ощущение, как будто мне снова 10 лет, мне дали книгу в руки, у меня летние каникулы, вот это чувство эйфории. Я примерно то же самое испытывала и в «Дарвинии», потому что эту книгу условно можно разделить на две части. Первая из них является такой классическо-приключенческой, с фантастическим элементом, а вторая часть является уже твердой научной фантастикой. И здесь я тоже немножко в роли адвоката книги выступлю, что вам нужно сразу очень точно понимать, чем это произведение является. То есть, если вы начинаете, вам нравится, и вы ждете, что вся книга будет вот в этом же темпе, нет, в середине она как будто сломается, и автор начнет вас грузить конкретно. Но лично для меня вот это чувство абсолютной смены вектора в середине произведения наоборот произвело огромное впечатление, и именно это заставило меня внести «Дарвинию» в лучшие книги года. Здесь изначально такой фантастический элемент допускается, что часть планеты Земля, часть суши пропадает, и на ее месте появляется таинственный континент Дарвиния. И, естественно, его нужно исследовать, естественно, нужно понять, почему это произошло, что там творится. Неизведанная флора, неизведанная фауна, просто великолепие. К тому же, книга совсем небольшая, здесь довольно крупный шрифт, и читалась она очень-очень быстро. И, наконец, в финале этого года я не могу не обойтись без «Робин Хобб», у которой я перечитывала ее первую трилогию, именно вот в этом прекрасном оформлении с иллюстрациями. Это было совершенно невероятное чувство наслаждения, и возвращение в любимую историю, которая тебе уже известна, и заново встречаться с персонажами, заново влюбляться в их характеры, заново страдать, потому что «Робин Хобб» любит стеклишко подсыпать. Я в декабре очень хотела продолжить знакомство с ее миром элдерлингов, но, к сожалению, декабрь у меня и так был таким очень насыщенным и разнонаправленным. Скоро выйдет финальное прочитанное этого года за декабрь, и мое продолжение знакомства перенеслось на следующий год, но, по крайней мере, я этот барьер сломала и с удовольствием вернулась в мир писательницы. Если вам хочется фэнтези с тонкой психологией, с огромным прекрасным миром и с невероятно запоминающимися характерами, то я вам очень-очень советую. Мы в этом году даже делали в моем мерчевом магазине коллекцию закладок, где был персонаж Фитца. По-моему, еще в продаже несколько буквально экземпляров осталось, так что кому нужно, загляните по ссылочкам в описании. Ну и, конечно, лучшие книги года я не могу оставить без розыгрыша. Сегодня на кону любая книга из этой подборки, из любого для вас удобного в России интернет-магазина, плюс сертификат на книги на 1000 рублей, тоже в любой книжной. И условия розыгрыша, как всегда, очень-очень простые. Вам нужно быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео и в комментариях я сегодня вас прошу, конечно же, поделиться для вас вашей любимой книгой и лучшей для вас книгой 2022 года и дать небольшое такое пояснение, которое бы меня или остальных зрителей-читателей заставило заинтересоваться этой книгой. Такой небольшой обзорчик написать. И мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!